Да, хорошо. Мы же говорим о чем? О том, что дети должны воспитываться красотой. Правильно. Сейчас в корпусе лице авиационного профиля пока не так красиво и уютно, но стены и полы уже ровные. Здание, которое построили 65 лет назад, в последние годы не эксплуатировалось. Но совсем скоро здесь снова не будут стихать голоса лицеистов. И качество, и скорость ремонта очень высокие. Качество ремонта достаточно хорошее. Понятно, что ремонт еще не завершен, но по фасадной части мы видим, что работники строительных компаний достаточно тщательно выполняют свою работу. Люди работают для смены, количество рабочих достаточно для того, чтобы ложиться в уговоренные ранее сроки. Фасад и территория вокруг корпуса уже преобразились. Теперь очередь внутренних помещений. За их отделку возьмутся, как только в здание пустят тепло. На ремонт потратят 97 миллионов, из них 35 на современное оборудование, обеспечивающее комфортное и качественное обучение. Это вполне достаточно для того, чтобы 200 учащихся увидели не только красивые парты, стулья, стены, но и увидели вполне современное оборудование. Интерактивные доски, компьютерные классы, мобильные классы. Все, что сегодня необходимо для того, чтобы условия отвечали современным требованиям. Срок сдачи работ – декабрь. Поэтому ученики начальной школы 135-го лица авиационного профиля смогут сесть за парты в новых кабинетах уже во втором полугодии. Андрей Горгуленко, Григорий Плежаков. События.